Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и я продолжаю The Walking Dead с того же самого места, на котором остановился в прошлый раз. Я чешусь. Ну ты же спала в хлеву, маленькая леди. Тебе поверь... Ну я уверен, что твой папочка их отпугнул, верно? Я не её отец. Меня зовут Лик. Я Кенни. Пап, нам нужно построить забор! Там трактор и всё такое! Всё такое, это что? Лучше пойдём, а то не узнаем, чем всё кончится. Это мой сын, Кен-младший. Хотя мы зовём его Дак. Дак? Утка? Клёвое имя. Дак? Да, его ничего не парит, как с гуся вода, понимаешь? А, ну в таком смысле. В последнее время это ценное качество. Согласен, но, честно говоря, я думаю, это из-за того, что он туповат. Пап! Но он отзывается и делает это с большим энтузиазмом. Ты вроде говорил, тебе нужно в Мэйкон. Моя семья тут. Ну, Мэйкон по пути, и, честно говоря, я бы хотел поехать в компании парня, который может снести полуголов, если это будет нужно. А, конечно, мы поедем с вами. Это я, это про меня. Я могу снести пару, тройку, четёрку. Значит, у нас есть план. Милая Дак, это Ли и... Как зовут девочку? Клементина. Клементина. Это очень красивое имя. Спасибо. Ну что ж, надо приступать к работе. Мы все видели, на что способны эти твари, так что чем быстрее поставим забор, тем лучше. Я тоже хочу строить забор. Да? Но мне нужен хороший бригадир. Ты можешь сесть в трактор и кричать на меня каждый раз, когда... Ты чё так быстро-то? Трактор? Круто. Я не успеваю за ним читать. Так, и я приступаю к работе. Нихрена... Вот сейчас, вот, миллисекунда, вот, на миллисекунду, папа. Я могу приездить за твоей маленькой девочкой, мы будем тут на крыльце... Мне нужна кнопка замедления времени, серьёзно. Кому-нибудь Максу Пейну, блин. Итак, чё делать? Поговорить с кем-то или как? Давай поговорим вот с ней. Эй, девочки. Вы выглядите расслабленными. Я думаю, что дела у нас тут хорошо. Клементина только что рассказала мне, что учится в первом классе. А, ну и как там? Просто? Ну, да. Итак, у вас всё в порядке? Ну, вроде мы начали забывать, что в течение последних трёх дней мы видели людей, поедающих друг друга. Вы узнали, что Клементина первоклассница? Говорите с каждым, кого мы в дальнейшем встретим. Уго, это приказ, то есть, вообще нельзя не говорить. Кем ты работаешь? А что ты делала до появления мертвецов? Я ветеринар в Форт Лодердейл. Как Хершел, только я лечила собак и кошек, а не лошадей. А кем ты работаешь, Ли? Я раньше преподавал в университете Джорджии. Мы должны надеяться, что вернёмся к нашей работе в ближайшее время. Вернёмся из... Чё, может оставаться такой... Жёлтым на фоне соломы не очень хорошо читается. Нет, я преподавал в нём раньше. Я недавно уволился. Это, очевидно, плохо. Я знаю, люди всегда возвращаются в колледж после большой катастрофы. Думаю, они не хотят умирать невежими. Как было в городе? Катя узнала, что вы уходите. Кенни просто поехал. Мы могли помочь многим людям, но нет. Мы просто проезжали мимо людей, мы просто... Просто... Всё нормально, всё хорошо. Тебе не обязательно рассказывать. Я хочу завтра вернуться домой, но даже тогда я не смогу забыть, через что мы прошли. Прошёл Дак. Поэтому он туповат. Разве ты не хочешь вернуться до того, как узнал обо всём этом? Раньше тоже бывало плохо. И плохо сейчас. Но это другое, понимаешь? Люди едят друг друга. Но разве раньше их не было? Банков, политики, дерьма. Эти вещи ушли. Ад состоит из разных цветов. Скоро вернусь. Катя это запомнит. В каком смысле она это запомнит? Она нам припомнит вот это, что мы с ней не согласились? Или она с нами согласна и будет считать нас великим философом? Ты можешь ускоряться как-то? Он... Он... Не, ну, наверное, он не может ускоряться, потому что у него, во-первых, нога только вот со вчерашнего дня перевязана. Давай ещё поговорим с этим типочком. Дакте? Как дела, Дакт? Хорошо, я собираюсь водить трактор. Я бригадир. Посмотри на меня, Шон. Как дела, Дакт? А, блин, это мы уже, да. Этого делать не надо было. Теперь вот к этому. Давай с этим разговаривать. Шону, скорее всего, надо помочь, я думаю. Правильно? Эй, Ли. Нужна помощь? Было бы здорово. Если ты распилишь те доски, это ускорит процесс. Хорошо, чем распилить? А, пила там и лежит. Всё в порядке. Жик, жик, давай. Мой отец не подозревает, насколько всё плохо? Нет, не подозревает. Я видел парня в Атланте, который убил ребёнка. Мальчика. Просто выстрелил ему прямо в лицо. Мальчик был одним из ходячих. Я даже не знаю. Он либо хотел напасть на парня, либо просил о помощи. Он даже не сомневался, просто повернулся, приставил ствол промеж детских глаз и нажал на курок. Но я тоже не буду сомневаться, ты не переживаешь. Ты не видел ничего подобного, это не как кинуло. Они не так дохнут, как ты думаешь. Тебе приходилось такое делать? Делать что? Убивать. Уже убивал ходячих. Ну, немножечко было такое, да? Я выжжил мозги у бедной девушки. Ого. Я так не смог. Что он это не забудет? Я очень рад, что мы строим этот забор. Отец просто хочет обезопасить семью и считать, что лишние люди представляют большую опасность, чем всё, что там. А как насчет тебя? Где твоя семья? Мои родители. Я не знаю, где моя бывшая жена, они слишком близы к семье. Ну, давай так. Я не в курсе, где моя бывшая. О. О. Да. О. В. Алфавит сейчас будем повторять. Да, конечно. Пока что это всё, что нужно распилить. Спасибо. Спасибо. Я вообще думал, что мне надо будет там вперёд-назад нажимать. Какая-нибудь мини-игра. Но нет, не надо. Осмотреть забор. Ты думаешь, эта штука их сдержит? Пока нет. Я планирую соорудить как бы укрепление. Мы хорошенько забаррикадируем это место. Хорошо. С тобой я тоже пообщался. С тобой... Подожди. Трактор. Давай осмотрим трактор. Знаешь, как водить его? Конечно нет. Зато могу раскритиковать законопроект о сельском хозяйстве США. Не нужно. Тык-тык-тык. Так, это есть, это есть, это есть. Теперь... Да, вот же ещё. Точно. Ещё с этим не по... Ну как бы я с ним уже поговорил, но можно ещё поговорить. Наверное, какие-то дополнительные диалоговые строчки сейчас появятся. Привет, Кенни. Нужна помощь? Нет, думаю, справлюсь сам. А тебе нужна помощь? Ну, в смысле? Ну, в смысле, ты сказал, позабочишься об этой маленькой девочке. Ты понимаешь, что делаешь? У тебя свои дети есть? Нет детей, я в порядке. Нет детей. Ну, нет, детей нет. Значит, тебе это понравится. Ты же понимаешь. Как дела у твоего сына? Думаю, хорошо. Мы были в гостях у сестры Кэти Мэнфиси и возвращались домой. На одной заправке какой-то парень схватил моего сына. Я подумал, он хочет похитить его. Уже через пару секунд я подлетел к этому поддонку и... Боже. Слава богу, я был там. Мы видели много тел до того, как наткнулись на Хершелла. Но у нас крепкая семья Ли. И никто не сможет досаждать нам. Какие у вас планы? Вернуться в Лодердейл и разобраться со всем этим. Правительство начнет отдавать приказы, а национальная гвардия начнет их выполнять. Думаю, если дела станут еще хуже, мы сможем уплыть на лодке. У тебя есть лодка. Я промышляю рыбалки, ловлю скубрию, дельфинов, все, что клюет и за что платят. Катя не в восторге от этого, но лодка не так уж и плоха. Пока. Вы узнали про лодку Кенни. О, и вон кто-то еще там что-то сено перебирает, я смотрю. Тоже не может быть очередной интересной собеседник. А, так это ж наш дед, который не верит, что у нас проблемы, что нужен забор, да? Вот так вот и хочет, наверное, сраными вилами обороняться от 500 зомбарей. Заговори с ним. Как ты выбрался из Атланты? Пешком на машине. На машине. Но попал в аварию. Шел пока, не встретил твоего парня. Твой вид это подтверждает. У тебя хорошая ферма. Хе. Затем я сказал мне 20 лет назад, что я до сих пор буду это делать, я бы ответил, что тот еще вруничка. Это никогда не входило в мои планы. Так было принято в семье, кажется. Семья это самое главное. Особенно сейчас. Ты согласен с этим? Ну, конечно, да. Где же твоя семья теперь? Родители, жена, подруга. Мои родители из Мейкана. Разведен. Бывшая жена где-то, в Вирджинии. Вроде бы. Жаль, это слышать. Да может, у вас серва была, может, я в восторге. Но теперь у тебя эта маленькая девочка, требующая заботы, Клементина, не так ли? Как ты ее нашел? Я искал помощи в ее доме. Я думаю, этому типу лучше не врать, он, по-моему, проницательный. Хм. Могу я дать тебе совет? Конечно. Я не знаю, кто ты и что ты сделал. Предположим, что в городах ситуация не улучшится или станет еще хуже. Тебе придется зависеть от сеть, от сеть, честность и незнакомца, в которых ты приглашаешь. Если выяснится, что эти люди лгут тебя, то будет плохо. Но ты хотя бы слушаешь человека, дающего совет. Какого хрена? Да, действительно, какого? Что происходит? Скорее я возьму оружие. Да блин, да что? Что с моим языком-то сегодня? Не произноши слова, а ружье. О хрена. О боже мой. О боже мой. Слышь, ты? А, так у него все мозгов нет. Че вы собрались жрать? Там нет мозгов. Вы ж любите мозги, мозги, прони. Итак, вправо-влево. Ну давай. Ну и давай. Вправо-влево? Куда-нибудь. Что происходит? А, я должен вращать точно. Давай, давай. Оп. Вы выбрали Дака. Не знаю, почему я выбрал Дака. Ну, он все-таки ребенок. Тот уже больше пожил. Почему? Да. Давай. Не дайте им схватить меня. Твою мать. Я выбрал Дака, но толку от этого никакого не... А, нет. Сейчас мы вдвоем его. Оп. Я держу тебя. Они почти пролезли. Бери этот трактор с меня. Так, я выберу трактор, наверное. Ли, помоги, прошу. О, ну все, наверное. Ну, понятно. Да, да, да. Ни хрена себе, судьбоносное решение такое сразу прям. Слышь, он теперь, наверное, будет на меня злиться, что я его сына не убил. Твою мать, а. Быстро же первая жертва, однако. Я как бы не думал, что прям вот так вот сразу такие решения будем принимать. Сейчас просто почему-то не помогут. Уходите. Пошли отсюда нахер. Я немножко смягчусь. Хе-хе, мне жаль. Жаль. Твой сын жив. Тебе не может быть жаль. А ты? Ты даже не пытался помочь. Я забаниковал, я волновался за мальчика. Посмотри на него. Но ты не побеспокоился об этом. Прошу. Просто уйдите. Уйдите и никогда не возвращайтесь. Да, и не очень хорошо получилось, но если бы я выбрал этого бы, то вот этот бы на меня усатый гнал бы. А, он же ребенок, а ты его не спас. Короче, как ни перни, все неправильно. Прям пословица какая-то идиотская такая, как ни перни, все. Могу подпросить до Мэйкона, если нужно. Да уж, ну, подальше отсюда, наверное. Этот-то все равно нам щей не нальет, я так понимаю, сегодня. На кров надеяться не приходится. Часу, едем отсюда. А как-то в глобальном смысле повлияет это решение, или это чисто вот эта кат-сцена? То есть мы еще, может, повстречаемся когда-нибудь с этим дедуганом, и там будет вариант, убьет он нас или оставит живых. Пытается там искалечить. Итак, это максимум, который мы смогли проехать. Этого достаточно. Дуглас. Товары. Офисные товары. Наркота. Вообще, это, конечно, переводится как аптека. Типа, драгсты и наркотики. Смотрите. Знаешь, у этого пацана какие-то глаза безумные, мне кажется, он мне в нож в спину всадит к концу. Эй, вы свой, у нас кончился бензин, может, я не того выбрал. О, отлично. Блин. Ну, да. Как-то их дохрена отовсюду. Мы в ловушке. А-а-а. А-а-а, нет, нет, короче, не важно, кого выберешь, все равно. А, нет, живой. Пацан живет. Что-то они детей прям любят, есть. У детей, наверное, мозги нежные. Бежим! Так, а кто эта женщина? Погоди, я что-то бы запутался уже. И кто, и кто этот чувак в кепке? Новенькие какие-то пошли, да? Новенькие персонажи. Ну, это, в принципе, хорошо. Мы не можем так рисковать. И мы не можем позволить людям умирать. Когда я сказал не открывать дверь, несмотря ни на что, я, блядь, это имела в виду. Мы не знаем этих людей. Они могут быть опасны. У нас дети. Где же ваши человечницы? У нас дети с собой. Я вижу одну маленькую девочку. А где этот придурок? Безмозглый пацан. Что такое? Мне нужно пописать. Я вышел туда еще. Подожди минуту, Клей. У них дети, Лили. Тем тварям снаружи, все равно. Может, тогда к тебе стоит к ним присоединиться? У вас есть что-то общее. Она сучка. Она та еще сучка, это уж точно. Теперь приходится такой быть. Но такой сучкой быть не обязательно. Твою мать. Вашу мать. Один из них укушен. Он не укушен? Черт. Щеп. Мы впустили одного из них, тупые вы суки. Нам пора покончить с этим сейчас же. Только через мой труп. Сейчас устроим. Нет, я его очистила. Очистила. Там нет укуса, он нормально. Люди, вы что, блин, не понимаете? Мы уже видели, как это происходит. Вы впустим кого-нибудь с укусом. Будем укушены. Соткнись. Нам нужно вычвернуть его. Или снести ему башку. Я не остановил его. Ли, что нам делать с этим парнем? Так. Договориться с ним. Не твое сердце. Не твое сердце, пап. Тебе нужно успокоиться. Договоримся с ним. Может, с кровавым концом. Никто не смеет угрожать моему сыну. Все, спокойтесь, бля. Никто ничего не делает. Заткнись, Лили. И ты. Заткни ебал. Они найдут нас и проберутся сюда. И всем будет на это похуй. Но сейчас мы в ловушке с одной из этих тварей. Ты-то о чем вообще? Он укушен. Он превратился в эту тварь. Да он не укушен. Ли, останови его. Он расстраивает его. Сейчас его грохнет, расстраивает. А если бы это была твоя дочь? Такого не будет. Я импотент. Да, она не какой-то там хлюпик, ясно? Она авиация Соединенных Штатов. Да нахуй и тебя, и ее. Я убью его, Кэт. А ты пригляди за Даком. Ли. Да? Там кто-то есть. Она просто заперта, ключ за прилавком. Наверное. Погоди, надо сводить ее в туалет. Эй, я тут неплохой парень. Я просто присматриваю за своей дочерью. Нет, ты просто парень, который хочет убить ребенка. Он весь в грязи. Она найдет укус, вот увидишь. Не найдет. А если найдет? Первым делом он укусит лицо своей мамочки. Затем, когда она помрет, он нападет на твою маленькую девочку. Быстро. И тогда их уже будет трое. Тогда мы разберемся с ним. Но сейчас мы просто всех пугаем. Тогда готовьтесь с ним разбираться, потому что он укушен. Этого не будет. Да, если мы выбросим его сейчас же. Бей его, Кенни. Твою мать, как сложно все. Мне жаль, Кенни, послушать его. Ты прав. Бей его, Кенни. Выруби этого парня. С радостью. Вот, блин. Там как бы девочка сейчас усыится, по-моему. О, отлично. Боже! Клементина! Так. Опять упал. Что ж такое, а? О, так, стоп, стоп. Куда нажимать? Спасти Клементина. Да, давай, давай спасать Клементина. Уж кого-кого-кого-куда. Отойди от нее, сукин, ты сын. Кью-кью-кью, правильно? Ну, я прям догадался. О, боже, отстань. Бля. Да, блин, давай жми, че ты... О, и все. А че я так старался тогда? Блин. Ого, какой пистолет квадратный. Ты в порядке? Как из Майнкрафта, блин. Все отлично, спасибо. Ты об не сказал, что все отлично. Средненько все еще. Ребята, Клем запомнишь, что вы ее защитили? Представляешь себе, что я ее не защитил? Помирай мне. Положите себе, тихо. Они зайдут сюда. Заткнись. Вот, Элайджа вот, что ли? Не, вот это Элайджа вот. Это что? Я не знаю. Спасибо им, кто бы это ни был. Он чуть не умер из-за этой сучки и ее пальца на курке. Это было глупо. Это было... Чувак. Папа. Че это с ним такое? А, сердце, наверное, не выдержало. Ну, про это столько событий, блин. Веселых. Что это с ним? Это его сердце. Таблетки. Нитроглицерин? Да, да, наш закончился. У нас возникли проблемы с проникновением в аптеку. Прошу, попытайтесь пробраться туда. Там все таблетки. Да ни хрена себе. Что нам искать? Нам нужен нитроглицерин. Пожалуйста, проберитесь туда. Я присмотрю за отсюда. Остальным нужно расположиться поудобнее и поискать что-нибудь полезное. Мы можем тут... Я начинаю думать, что в аптеке мы не укроемся. Ты прав, это не Форт Нокс. И че ты предлагаешь? Нам нужно много бензина, чтобы мы все могли выбраться из центра Мейкона. Быстро. Согласен. Тогда я пойду поищу бензин. Тут недалеко есть мотель в конце улицы Пич-3. Я сбегаю туда и обратно. Соберу все, что смогу. Ты с пятим. Ну, кто-то это должен сделать. К тому же я быстро и знаю Мейкон. Ты местный? Родился и вырос. Пойдешь туда, вот рация. На случай, если влипнешь неприятность. Надеюсь, она тебе не пригодится. Круто. Второй Клементий. Сообщай ей новости и побыстрее возвращайся. Ады, как тебя зовут? Я Лили, а это мой отец Ларри. Присматривай за ним. Ребят скоро принесут тебе лекарства. Верно. А ты будешь приглядывать за главным входом. Ты у нас на стрёме. Я Даг, все понял. А я Карли. Хорошо, Карли, поможешь Дагу, если нужно будет. А пока отдохни. Ты хорошо стреляешь, и я хотел бы, чтобы так и оставалось. Есть, босс. А кто тебя выбрал главным-то вообще? Теперь достаньте ему эти таблетки. Мне кажется, главным должна быть его дочь, которая там, он сказал, ВВС США или как-то... Или военно-морской флот США. Так, а от меня что требуется? Я, наверное, должен пойти... О, проверить банкомат. Давай, бабличка немножечко возьмем. Он не поврежден. Хорошо, что это место не ограбили. Поговорим с Клементиной. Как ты поживаешь вообще после всего этого? Эй. Привет. Выйти. Глен не выходил на связь? Нет. Он в порядке? Да, я думаю, да. Ты делаешь важное дело. Могу я что-нибудь сделать для тебя? Я в порядке. Разве что немного голодна. Я займусь этим. Погоди, а что, она в туалет не хочет? Итак, ты в порядке? Что? Да, я в порядке. Я всего лишь... Я в норме. Это хорошо. Да, думаю, да. Хорошо, что хорошо. Несмотря ни на что. Ага. Ну, отдыхай. Хорошо. Так, приготовим ей что-нибудь с варганем пожрать. Что тут у нас? Взять батончик, смотри. Полезное питание, прям. Что может быть лучше, да? Держи. Давай батончик. Все хорошо? Ах, блин, там надо, наверное, действие было выбрать. Сейчас, сейчас. Оп. Тут немного, но все равно. Держи, Клим. Спасибо. Нет за что. Ну, что это? Нет за что. Блин. Так, голос срывается. Лили, поговорить с Лили. Как он? Я не уверен, что я расслышал твое имя. Я Ли. Я Лили, мой отец Ларри. Ли, Лили, Ларри. Ло-ло-ло, да. В силу. Я просто делала, что должна, как и все. Но не нужно было называть меня сукой перед моими людьми. Мне эта херня не нужна, понял? Тут тяжело отвечать за жизни людей без всяких отвлекающих тебя долбоебов. И та жестокость ранее с моим отцом. Это не помогло. Ты местная? Что ты думаешь обо всем этом? Я работаю в Орнер Робинс. На базе ВВС. Да, слышал. Пилот? Нет, всего лишь обслуживающий персонал. Таааа. Постоянно имела дело с дебилами и бюрократами, если повезет с самолетами. Я думал, это военная какая-то крутая. А ты? Я работал в университете Джорджии. Что с ним? Не так. Больное сердце. Довольно часто принимает нитроглицерин. Ну, было несколько приступов, с которыми он сам не справился, и пришлось обращаться в госпиталь. Да, сейчас это не вариант. Я просто пытаюсь держать его спокойно. Да, там сейчас такие врачи, они тебя сами разберут по частям, еще и сожрут. Он с характером. Ой, да пошел ты нахуй. Да. Ну, он мне это имел в виду. Он имел в виду нахер, да? Ну, просто... Да. У нас тут дети, семьи. Он и я, мы семья. Я просто говорю, что не каждый выдержит такой характер. Черт возьми, ты, похоже, и сама едва выдерживаешь. Он такой человек. Просто не выводи его из себя. Мне кажется, он пытался воспитать мальчика, и поэтому она теперь в ВВС работает. Где маленькая девочка? А, где ее родители? В Саванне, наверное. Ох, вы разошлись? Нет, я не ее отец. Я нашел ее в доме, когда выбрался из Атланта. Она выживала в одиночку. Я думаю, родители девочки мертвы. Ох. Я прослушал сообщениях автоответчика, они были в Саванне. А она дома с нянькой. Это плохо. Ну, ей повезло, что у нее есть ты. Тут был кто-нибудь, когда вы пришли сюда? Нет, это место было заброшено. Мы вытащили несколько тел из офиса. Ты в порядке? Да. Я в порядке. Да по тебе и видно. Такой счастливый. Ты знал кого-нибудь отсюда? Да, владельцы. Они были. Мы были близки. Извини, мы нашли пожилую пару в офисе. Отец вытащил их на случай, если они не до конца. Блин, это же его семья. Кажется. Если я правильно помню этот диалог с полицейским. Что ты думаешь обо всем этом? Что тут думать? Мертвые восстали, бродят кругом, едят людей, делают из них еще больше тварей. Господи. Мы должны собраться и пережить это. Я должна вернуться к нему. А ты что, уходила куда-то? Вы рядом, вроде. Ладно, я понял. Она не хочет больше с нами диалог. Открыть кабинет. Продолжать. Можно же еще с кем-то пообщаться, правильно? Взять батончик. О, смотри, можно еще батончики дать. Клементина! Ха, у меня для тебя радостная новость. Блин, мне бы кто батончиков столько дал. У меня ни одного батончика. Понятно, Клементине уже хватит. Видимо, второй батончик надо дать этому маленькому. Подозревающемуся на зону. Мы не позволим, чтобы с Даки что-нибудь произошло. Итак, держи, малец. Тут немного, но вот. Мальчик. Ой, спасибо, Ли, он оценит это. Ли, это мило. Ну, давай теперь с вами, что ли, поговорим. Так, тихо. Сейчас это все растаяло. Так, а почему я не могу поговорить с папашей? Только с ребенком могу поговорить? Стоп. Ну-ка. Я плохо это помню. Семейные фотографии? Вырезки из газет. Так, очень интересно. Хорошо. Нам просто надо вернуться в Форт Лодердейл. Будем стараться изо всех сил. Кенни, Катя и Дак. А, со всеми можно поговорить одновременно. Эй, Ли, может, бить его было не лучше, Эдерейл? Были планы и похуже. Да, отрезать член, что ли. Сказал парню. Все равно мы, Катя и я, оценим твою поддержку. Спасибо, Ли. Как дела у Дака? Он в порядке. Просто небольшой шок. Нам повезло, что нас не схватили по пути сюда. Согласен. Как она? Я думаю, она в порядке. Ее семья погибла. А мы ведь этого наверняка не знаем. Давай-ка... В порядке, наверное. Она крепкая, режет. Кенни, она всего лишь маленькая девочка. Ли, что ты сказал? Она выживала в течение многих дней и в одиночку? Так и есть. На такое не каждый ребенок способен. Каков план? Держаться, я полагаю. Кажется, там довольно опасно, так что нам надо подождать тут, пока все немного не устаканится. Говоришь, твоя семья из Мейкона? Вот именно. А где они? Надо идти на поиски. Они владели этим местом. Они выкинули несколько тел до того, как мы сюда попали. Их нет. О боже. Кэт, они были хорошими людьми. Я редко бывал рядом с ними, но... Да, они мертвы. Ребят, вы в порядке? После... Мы в порядке, да. А вот ты-то как? Ты как, Дак? Мы все многое пережили. Ли, есть секунды? Конечно. О том, что было на ферме Хершелла. Да? Мы даже не попытались ему помочь. Ты понимаешь, что это кровь на наших руках? Это произошло слишком быстро. Наверное. Но он никак не выходит у меня с головы. Мы не можем убиваться из-за этого. Мы убили того парня. Вместе мы могли спасти его. Мы сделали то, что должны были. Случаются и плохие вещи. Не мы сделали выбор. Когда ты думаешь о той ситуации, то думаешь, как бы поступил. А в реальности, когда все выходит из-под контроля, у тебя нет выбора. Ни хрена себе он мысли за... Он абсолютно прав, кстати. Наверное. Постарайся забыть. Это действительно так. Все эти разговоры, по принципу, если бы у бабушки был хер, она была бы дедушка. А в реальный момент, реальная ситуация происходит так, как происходит. И что было делать? Маленького пацана хотелось спасти. Тут как бы... Я так подозреваю, что, наверное, многие помрут. Как? Ведь там эти твари. Пусть пацан хоть чуть подольше поживет. Может, даже немножко переживет того чувака, который постарше. Это, наверное, справедливо. Ну, пусть он туповат. То есть... Я когда выбирал, мной руководила чистая математика. Я увидел, что тот, который младше, может умереть заранее. Радио. С чем ты там возишься? Радио. Не могу заставить работать. Позволь взглянуть. Так. Что делаем? Пауэр. Отлично. Ничего, если бы все было так просто. Громкость. Я что-то не совсем понимаю, как это может перевернуть радио. Давай, наверное, действительно его перевернем, а то что мы... Немного всякой фигнёй. Нам его надо починить же, правильно? А в этой штуке нет батареек. Чего-чего? Ты же знаешь, что в этой штуке нет батареек. А, конечно, то есть... Да. Нет. Я поищу. Их нужно две. Спасибо, я ведь даже не знаю, что искать. Да ты чё, совсем что ли сдурел? Ты батареек никогда не видел. Отлично стреляешь. Ну, не связывайся с репортером, особенно если он последний раз пил кофе три дня назад. Ты неплохо держишься. Хм, серьезно? Я в жопе. Я б так не сказал. Моего редактора сожрали в пяти футах от меня, и я бы присоединилась к нему, если бы не тот странный парень на стрёме. Мне жаль. Она была задницей, но... Сам понимаешь. Да. Этот парень спас тебя? Да, можешь в это поверить? Эти твари или упырили? Хер знает, кто они такие. Они разорвали наш фургон на части, а этот парень... Даг. Просто пришел на помощь. Да, никогда не знаешь, что окажется героем. Он милый. И жил в подвале родителей. Да? О, забудь. Как тут оказалось? Приехали, чтобы снять фестиваль по случаю цветения вишни. Неприятный материальчик. Похоже, она того стоила. Я найду батарейки для твоего радио. Спасибо, я ценю это. Я найду батарейку. Выйти. Лучше вернусь своим делам. Ага. Ну что, давай искать батарейки. Так. А, давай вот поговорить с Даг. Нет. Ну, давай поговорить с Даг, потому что персонаж такой интересный. В подвале жил. Что-нибудь слышал, видел? К счастью, ничего. Хочешь выйти наружу, чтобы осмотреться? Ха. Я еще не самоубийца. Не, решетка снаружи заперта. Можем выйти из магазина и будем в безопасности. О. Тогда давай осмотримся. А что, давай осмотримся, реально. Отлично. И мы будем сидеть тихо. Не стоит привлекать их излишним чумом. Согласен. Итак, загрузка. Загрузка хорошо, а как насчет сохранения? Мне кажется, не повредит. Я уже столько наболтал тут с ними совсем. Господи. Так, взглянули на обстановочку. Да, обстановочка не очень. Да, груз печаль. Ой-ой-ой-ой. Это кого они там? Я знаю этого. Кажется, меня сейчас тошнит. Они только едят. И это единственное, что их заботит. И если один схватит, они сожрут тебя, и ты вернешься одним из них. Что за хуйня? Я думаю, понадобится больше, чем несколько дней, чтобы все стало как прежде. Да, я тоже так считаю. Лучше нам переждать здесь. Итак, сохранение пошло. Застрявший ходячий. Ну что, на этом серию можно, я думаю, закончить. Продолжим в следующий раз. Если понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте видео лайк. Заглядывайте в описании, где есть плейлист на The Walking Dead и многие другие игры, к примеру, похожие на нее The Wolf Among Us. И всем счастливо, всем удачи, всем пока.